Теория поколений возникла в 20-х годах прошлого века. Понятно, что деление людей по поколениям весьма условно. На формирование человека в большей степени влияет среда и семья. Но всё же у людей, родившихся примерно в одно и то же время, есть общие черты, есть общие установки, есть общие ценности. Поговорим сегодня о разнице взглядов людей разных поколений и о том, что их объединяет. Поколение «Это Х» столкнулось с очень серьёзной проблемой, когда они были молодыми, случилось в нашей стране такое знаковое событие, как перестройка, когда ценности, которые были у них сформированы, фокусы социальных, стали невостребованы. Поколение «Игрек» не очень ответственно относится, взросление, как вы говорите, задерживается. Раньше 25 лет – всё, ты уже взрослый человек. При том, что они очень закрытые, большинство не хотят вступать в контакт с взрослыми. Не надо поддаваться тому, что якобы они не хотят общаться. Они очень ранимы. Мы находимся в художественной галерее Ростов. Скажите, пожалуйста, чем вам интересны ваши студенты, чем они вас удивляют? Я бы сказала, они меня не удивляют. Они меня восхищают, мне с ними очень интересно. Потому что они интересуются сразу всем, в разных областях, с разных позиций. И поэтому мне всё время нужно быть готовой ответить на их какой-то оригинальный вопрос. То есть они хотят подтверждения моего статуса. То есть раз вы профессор, то покажите нам, насколько широко вы владеете своим предметом, своими знаниями. И вот это, ну как есть некая конкуренция с ними. Насколько вы сильны. И, наверное, мощнейшая мотивация. Безусловно. И подготовленные вы уже не подойдёте. Нет, никак, никак. Я должна удивить. Иначе будут спать на лекции. На удивление, да. Если удивил, уже победил. Да, да. Это понятно. А чему вы у них учитесь? Может научиться. Наверное, я порой удивляю, что некоторые вещи, они спокойно реагируют. То есть я бы волновалась, переживала. Если бы у меня что-то не получалось или как-то не складывалось. Они удивительно спокойны. Они знают, что пройдёт время, уже они смогут по-другому это как-то решить. И мне кажется, у них можно этому поучиться. А чем объясняется их эта уверенность такая про жизнь? Я думаю, что неуверенность порой порождается однообразием или одной, как бы сказать, точкой зрения. А у них, я же говорю, полифония. У них много точек зрения, которые они принимают. Влада Игоревна Пищик, 55 лет. Базовое образование в факультет психологии Ростовского государственного университета. Профессиональная деятельность профессор ДГТУ, гештальт-консультант. Семья, муж, сын. Достижения. Согласование интересов семьи и работы. Сочетание научной и практической психологии. Интересы. Путешествия, классическая музыка, чтение, театр. Кредо жизни. Держать марку. Давайте для начала определим границы поколений с условными названиями X, Y, Z и Альфа. Ну и известные исследователи-историки Хоуш-Траус составили периодизацию в американском обществе Которая немного не совпадает с российской периодизацией. И сегодня мы уже переложили на наше общество. И мы можем говорить, что, например, поколение X это примерно 62-й год по 80-й. Поколение Y это с 81-го по, можно сказать, 2000-й. С 2000-го по 19-й это уже поколение Z. А с 2019-го и, так сказать, по сегодняшнее время это поколение Альфа. Самым главным периодом в формировании поколений является подростковый период. То есть, когда формируются основные ценности общественные. И поэтому меньше 10 лет мы не можем ставить периодизацию вот этих поколений, их разрывы. Есть уже исследования, которые предлагают чуть ли не годовые размеренности делить когорты по годам. То есть, год поколения, год поколения. Но насколько это оправдано, это еще надо посмотреть и исследовать. Наша аудитория это поколение X. Поэтому можно поподробнее рассказать о поколении X, какие установки, какие у них основные ценности, какие их как бы общие характеристики. Хорошо. Поколение X это те люди, которые рождены в эпоху социализма. И весь их подростковый возраст это однозначно ценности социализма, труд, май, дружба. Пионеры, комсомолы. То есть, полное согласие, ну, по крайней мере, демонстрируемое согласие. И коллективизм. Да, коллективизм, коммуникация, то есть, обязательно прямое общение и так далее, и так далее. Вот. Поколение X столкнулось с очень серьезной проблемой, когда они были молодыми. Случилось в нашей стране такое знаковое событие, как перестройка. Когда ценности, которые были у них сформированы в эпоху социализма, стали невостребованы. Новая эпоха потребовала новых ценностей. И здесь для них были большие кризисы. В этот момент наблюдалось и суициды среди этого поколения, и, так сказать, ну, то, что их убивали просто-напросто в эту сложную эпоху. Поэтому женщины, которые рождали детей в это время, относящиеся к поколениям X, были очень тревожные. Они не понимали, что их ждет в будущем. Они боролись за, так сказать, зарплату, кусок хлеба. И дети, которые росли с ними, это все тоже от них брали. Что мир небезопасен, что мы не знаем, что будет завтра. Поэтому долгосрочные цели ставить нельзя, как мы ставили это в эпоху социализма. Поэтому Y, которые, так сказать, порождены X-ами, испытывают очень большие проблемы в жизни в этой связи. Сейчас мы к Y обязательно вернемся. Но вот если мы говорим об общих ценностях поколения X, их отношения к собственности, их отношения к семье, их отношения к работе. Вот оно принципиально отличается от современного. Раньше обязательным было получать образование, все поэтапно, детский сад, школа, университет, институт, работа. Работа, на которой ты должен показать результаты, так сказать, заслужить определенные награды и, так сказать, спокойно уйти на пенсию. То есть жизнь была размерена темпорально. Сейчас они столкнулись с тем, что не обязательно работать на одной работе. Более того, уже они подходят к такому возрасту, когда их могут уволить по возрасту. То есть они не очень в этом смысле сейчас востребованы. Их вытесняет молодое вот это поколение Y. И опять возвращается их тревога, переживание. Поэтому они так сильно переживали, когда сейчас продлили пенсионный возраст. То есть на самом деле это, ну как, им досталась трудная доля, так скажем. Вот скажите, я еще знаю, поскольку я принадлежу к этому поколению, общаюсь среди людей такого же возраста, вот это поколение очень раздражает в поколении Y то, что они очень долго ищут себя. То есть они привыкли, если, допустим, для людей нашего возраста имеет большое значение собственность, заработанная вот эта собственность, то они это отрицают, они с удовольствием пользуются, но не любят как бы что-то создавать, да. Потом они не любят там работу в офисе, они любят работать дистанционно и так далее, да. Вот это, ну, рождает основу для конфликта. Как вот этот межпоколенческий конфликт преодолевать? Ну, как это, преодоление любого конфликта, одна из эффективных стратегий — это компромисс. То есть невозможно, ну, как сказать, подладиться, конечно, под всех невозможно, но придётся это принимать, понимаете, усилиями воли. Только так. Потому что, естественно, что поколение Y не очень ответственно относится, да, взросление, как вы говорите, задерживается. Раньше 25 лет — всё, ты уже взрослый человек. И это, конечно же, взрослых раздражает ещё почему? А потому что обеспечение поколения Y тоже же лежит на, так сказать, плечах родителей. То есть, получается, родители и на себя работают, и ещё на своих детей. И это очень осложняет. Конфликты здесь как? Только принимать. Принять то, что мир изменился. Мы не можем назад вернуть то, что было когда-то, да. Вот эту традиционность, передача, что они нас будут слушать, как мы считаем. На самом деле, считается, вот наши исследования показали, что они довольно-таки конфликтные поколения Y. Они хотят только свою позицию отстаивать. Потому что, как выяснилось в исследовании, у них расходится идеальный образ и реальный. В психологии доказано, что если образ идеальный и реальный сильно расходятся, то человек, как вы говорите, долго себя ищет, не может определиться, что же, какие есть у него потребности, и что ему реально нужен. То есть он живёт больше в мире фантазий, чем в реальности. Кстати, потому среди Y так много информатиков, людей, которые работают с компьютерными системами. Потому что это был один из способов уйти от реальности. А там, ну как в виртуальной реальности, всё проще решается, чем в реальной жизни. С 2006 года количество выходов с телефона в интернет превысило количество выходов с компьютера. То есть наступила цифровая эпоха, и отрыв поколения Z случился огромный. И, естественно, найти контакты с поколением Z ещё сложнее. Чему вот поколение X может научиться у поколения Z, чтобы не отстать безнадёжно от этого проотрыва? Да, я всем очень рекомендую почитать книгу известной исследовательницы Twen, которая провела, правда, на американской выборке. Ну, очень всё сходится. Называется «Поколение I». То есть дети, которые больше предпочитают контакты в телефоне, чем контакты живые. Очень страдают от этих вот оценок в интернете. То есть сами, так сказать, очень сильно туда погружены, но и вместе с тем получают очень сильные травматические вещи. То есть им нужно признание. И поэтому, при том, что они очень закрытые, большинство не хотят вступать в контакт с взрослыми, они очень ранимы. Нам думается, что именно бабушки-дедушки, да, там, поколение X, они смогут их поддержать. Поколение альфа рождается практически с гаджетами в руках. Они скорее учатся тыкать пальчиком в телефон, чем разговаривать. И есть опасность перепутать реальный мир и виртуальный. Потому что сегодня мало кого удивит малыш, который пытается реальную живую бабочку расширить. С развитием искусственного интеллекта вообще есть опасность утратить реальное ощущение мира. И здесь, как никогда, важен опыт и мудрость людей поколения X. Встретимся через неделю. Поговорим о марафоне и о марафонцах зрелого возраста. Продолжение следует...